19 апреля 1970 года можно считать началом новой автомобильной эры Советского Союза. С главного конвейера Волгского автомобильного завода сошла первая поистине народная машина. ВАЗ-2101, седан, привод задний, двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 64 лошадиные силы, трансмиссия механическая четырехступенчатая. Цена тестируемого автомобиля в 70-е годы прошлого века 5500 рублей. За 16 лет производства было собрано более 2 миллионов 700 тысяч машин. Автомобиль производился в Союзе Советских Социалистических Республик. Прототипом ВАЗ-2101 стал итальянский ФИАТ-124. В конструкцию малолитражки было внесено 800 изменений. Однако эти изменения не сильно заметны, если не присматриваться. Дизайн остался прежним, по тем временам он был очень перспективным. Количество хромированных деталей минимально. Советские конструкторы, правда, поработали над прочностью кузова. После этого у машинки увеличился дорожный просвет, а на бампере появились клыки. Про копейку говорили, что она внутри больше, чем кажется снаружи, и это правда. Конечно, приборов в машине маловато, необходимый минимум. Но скупость компоновки компенсирует очень хорошая печка. Правда, дует она только вверх и вниз. Из-за этого все стекла, кроме лобового, запотевают. Но водителю тепло. В машине свободно могут разместиться пять человек. Передние сидения откидываются горизонтально, и получается спальное место. У Фиата такого не было. Хотя есть и просчеты. Основная проблема ВАЗ-2101 и схожие с ней классики – поворотные форточки в передних дверях. Они значительно уменьшают площадь обзора, а также приклеенные замки постоянно отваливаются. Одна из самых главных, на мой взгляд, доработок – отверстие в переднем бампере для кривого стартера. В наших условиях вещь необходимая. Мотор, доработанный советскими инженерами, легко заводится в любой мороз. А вместо воды, на которой ездили практически все советские машины, в радиатор заливают незамерзающий досок. 64 лошади без труда разгоняли машинку до сотни за 20 секунд, а максимальная скорость нового автомобиля составляла 142 км в час. Руль, конечно, тонковат, но привыкаешь быстро, тем более, что он легко крутится. Удачная развесовка и геометрия кузова позволяют проходить достаточно крутые повороты на хорошей скорости. Единственный недостаток, как, в принципе, у всего классического семейства – это задняя мертвая зона. При перестроении надо быть повнимательнее. Если тормозишь, то на педаль надо давить от души. В машине нет вакуумного усилителя. Приноровившись, понимаешь, что тормоза неплохие для 30-летней машины. Правда, если не считать того, что все колеса тормозят по-разному. Из-за этого машинку приходится ловить рулем на дороге. Со дня выхода первого ВАЗ-2101 прошло более 30 лет. Но и в преклонном возрасте копейки продолжает колесить по дорогам разных стран, вызывая восхищение своей надежностью и неприхотливостью.